В эфире телеканал ТВК программа на виду. Здравствуйте! И сегодня мы отправляемся в гости к молодой семье по совместительству молодым специалистам, учителям школы номер 5, Николаю и Виктории Заварухиным. Ребята, давайте, наверное, для начала познакомимся, расскажите немножко о себе. Основная должность – это учитель русского языка и литературы в школе номер 5 нашего города и советник директора по воспитанию. Также я являюсь председателем движения первых в нашей школе. Как раз-таки это, наверное, моя душа, потому что именно по образованию я являюсь организатором работы с молодежью, как и мой муж. Ну и также я специалист по работе с молодежью первой категории в молодежном центре нашего города. Вообще не планировал работать в школе и как бы в педагогический университет пошел только, ну потому что сестра порекомендовала. Я закончил нашу школу четвертую, после школы я закончил 9 классов, пошел учиться в технику. Отучился на электрогазосварщика, я электрогазосварщик четвертого разряда, после чего пошел в армию. Поступил туда, но я поступил позже, получается Вика училась уже на первом курсе, и я поступил вроде бы как бы взрослый дядька, как она говорила, но разница в возрасте не великая. Вот. Все, отучились на организаторов работы с молодежью. Почему я говорю, в школе не планировал работать, потому что я очень долгое время занимался в военно-патриотическом клубе сам лично, как воспитанник. Я уже честно не могу посчитать, с какого времени я начал заниматься, потому что я еще помню, как я начинал в ДСАФ, который у нас находится в Искитиме, туда набирали с возраста, по-моему, 10 лет. Мы приврали, что мне 10, мне было 9, и мы пошли туда, потому что был интерес всегда к оружию, к чему-то такому военному. Вот. Ну и там учились стрелять, там все, все вот как это должно быть. И потом я начал продолжать, продолжать, и в оконцовке и сам начал работать как инструктором. Потом сделал свой военно-патриотический клуб. Сначала сделал в Новосибирске, потому что учился там, а потом уже, ну, когда переехали сюда, пришли в школу. Вика позвонила в школу, Ирина Михайловна Райзер еще нас принимала туда, вот. Вот. Но мы пришли вместе с новым директором, то есть с Ириной Ивановной. Почему пятая школа? Это вообще случайно. Мы решили переехать в Искитим, вот. И мне это решение далось очень сложно, потому что сама я из Тагучина, прожила вот 5 лет в Новосибирске. И, как бы, я не думала даже, что я буду возвращаться, как бы, в Тагучин, не планировала. Но и переезжать в Искитим я тоже не планировала. Но так как Коля был сам с Искитима, и жилье, по идее, мы должны были дать в Искитиме, вот. Я начала, естественно, смотреть сайты, где вакансии. Зашла на зарплату.ру, увидела, что вот школа номер 5 требуется педагог-организатор. Помимо того, что вы занимаетесь какими-то организаторскими мероприятиями, вы, наверное, еще и предметы ведете. Да, да. У меня русский язык, литературу я веду в шестых, седьмых классах. Ну, не у всех, то есть, вот, кода с пятого. Я веду ОБЖ, основу безопасности жизнедеятельности, получается, с восьмого по одиннадцатый класс. Но в этом году, как пробный такой пилотный вариант, мы еще ввели в пятых классах. Вот. И, ну, детям нравится. Особенно пятому классу они вообще в диком восторге. И у всех главный вопрос, когда же мы будем разбирать автомат. Ну, и помимо этого, у меня военно-патриотический клуб, который как раз-таки был создан еще в Новосибирске. Но сейчас он находится у нас на территории пятой школы. Я заведующий музеем сейчас в школе. И еще я классный руководитель двух классов. У меня два класса, это восьмой Б и восьмой В. Один бывший мой. Да, был бывший Виктория Валентиновна. И, соответственно, когда она ушла в декрет, мне пришло взять два класса. Так и осталось сейчас. Да, два класса, 56 человек. То есть у вас, получается, один свой ребенок дома, два годика, дождика. Ну, на самом деле, нам дети говорят о том, что вот недавно наши мальчики, я причем была удивлена, что это сказали мальчики, они говорят, ну, Николай Сергеевич, это же наш второй папа, а вы наша вторая мама. И вот, ну, то есть они воспринимают, несмотря на то, что мы как бы работаем в разных классах, да, то есть я веду еще функциональную грамотность у восьмых, девятых классов. И они воспринимают, в принципе, неважно, то есть у меня они сначала были, не у меня. Как единая цена. Помимо этого всего, там, в школу я еще учусь. Я дополнительно пошел учиться еще в магистратуру. Соответственно, это два года еще учебы, и просто не хватает времени на все. Но магистратура тоже педагогическая? Да. Он даже не выговорит, наверное, все название. Это методическая деятельность и проектные технологии в дополнительном образовании молодежных сообществ. Зачем вам это? Ну, как бы это более педагогическое направление, поэтому, ну и как бы, пока есть возможность, почему бы нет, почему бы не попробовать. Ну, я как поняла, вы житель города Эскетима. А вы все-таки приезжий человек. Да, я родилась вообще в Казахстане. Вот, я родилась в городе Тимиртау, Карагандинской области. До пяти лет я жила там с родителями, а потом в 2001 году мы, соответственно, переехали сюда. У меня папа ветеринар по образованию, и ему на тот момент дали жилье служебное. Вот, и мы 10 лет жили в Табучинском районе, в деревне. Вот, а потом переехали в сам Табучин. Я переехала в Новосибирск, жила в общежитии, соответственно, где мы и познакомились с Колей. Вот этот ритм жизни, если нужно куда-то ехать, даже покидать с подругой, вот, это надо ехать минут 40, а то и час, а то и больше, если пробки. Вот это вот все, это меня просто немного на меня давило, и я поняла, что, в принципе, хочется в год поменьше. Потом у меня была мысль вернуться в Табучин, но как-то у нас даже как-то, ну, просто вот легко получилось, и мы переехали, соответственно, сюда. Как вас встретил город Искитим, да, как молодых специалистов, как молодую семью? У меня, если честно, поначалу была депрессия. У меня здесь не было знакомых вообще. Вот, и поработав пару месяцев, я уже стала лучше там с коллективом общаться, ну, как бы у Коли, соответственно, были знакомые, как бы друзья здесь, то есть уже как-то было легче. Он начал меня знакомить со своими, соответственно, друзьями, где-то коллеги там, вот. А потом получилось так, что я ушла в декрет буквально, ну, то есть отработав год, и тогда мне тоже было тяжело, потому что он на работе, родители далеко, то есть со 150 километров, вот, и, соответственно, друзья тоже все далеко, я одна как бы с ребенком. Наверное, Коля-то главный мой, вообще, моя опора в плане того, что кому не рассказываю, как он мне помогал с ребенком, у нас никогда не было разделения, что там я меняю подгузник, а ты там, допустим, всегда, то есть если он вообще во всем помогал, всегда поддерживал, давал мне там на выходных выспаться. Погулять с подружками, там, то есть ходить даже потом на маникюр, то есть были такие моменты, когда действительно мне просто уже не хватало воздуха, ну, как бы, и мне хотелось вот куда-то вырваться. Он говорит, пожалуйста, век, езжай, то есть я посижу там. Отпускал. Да. В семейной жизни вы друг друга поддерживаете, да, друг за другом? В профессиональном плане, вот, в школе, как есть, вот, чувствуете, поддержку друг другу оказываете? Конечно, это главное, мой коллега, я говорю, я могу целый день ни с кем не видеться, у нас кабинеты рядом находятся, прям через стенку, и то есть я всегда, чтобы отдохнуть немножко от детей, потому что у меня шестиклажки, они просто там стоят на ушах, я выхожу в соседний кабинет в музее и сижу там просто. И все остальные просто табумом бегут в музей туда, а где Виктория Валентина? А Виктория Валентиновна здесь? Я говорю, нет, это не ее кабинет. Надо искать убежище. Если говорить, вот, как молодых специалистов нас приняли, я изначально еще просматривала молодежный центр как место работы, потому что, ну, как бы, это все-таки образование, а потом я поняла, что, в принципе, мне в школе всегда тоже очень хотелось поработать, и я, как бы, ну, идея с молодежным центром почему-то сразу, то есть, отбросила, и вот, когда у меня, построили школу, то есть, если, ну, у нас директора вообще просто замечательная женщина, и она, то есть, как наставник, действительно, она помогает во всем, и, то есть, с ней даже вот просто иногда приятно на перемене постоять, поразговаривать, то есть, и уже какой-то, вот, у тебя что-то случилось, что-то с детьми, ну, там, довели, да, подошел, рассказал, и она уже, то есть, подбодрила, и ты такой, вроде бы, на берке идешь. У нас с вами тема сегодня заявлена, да, в программе «Время молодых». Какое оно, «Время молодых», каким вы его видите вообще? Энергичным. Ну, опять же, как я и говорю, что время, оно очень быстро идет, надо брать за, как быка за рога сейчас, а не когда-то потом, что вот, мне надо там для себя пожить, а потом я буду заниматься своей карьерой, либо наоборот делают, занимаются карьерой, и не живут для себя, что, мне кажется, тоже неправильно. Надо где-то сравнивать углы, то есть, сглаживать углы, и все-таки… Золотую середину. Да, выбирать какую-то вот середину. Мне кажется, сейчас такое время, когда очень много возможностей для молодых людей, в принципе, для разных сфер, и сейчас, то есть, все действительно делается для них, то есть, у нас есть и финансовая поддержка в плане того, что даже когда молодой специалист после учебы в университете устраивается работать, соответственно, куда-то, ему, то есть, положено там выплаты, да, то есть, студентам положено какие-то подъемные, да, то есть, потом есть различные программы, то есть, у меня вот, допустим, моя подруга и коллега, Ольга, она учитель для России, то есть, она работает сейчас в четвертой школе и в молодежном центре, и она вообще из Челябинска училась в Москве, переехала сюда, потому что, ну, вот по этой программе прошла. Сейчас, мне кажется, вот я согласна на той школе, то, что нужно брать все от вот этого времени, пока мы молодые, пока мы можем, потому что, чтобы потом не жалеть, я придерживаюсь вообще той точки зрения, если тебе не нравится, не работай, ищи другую работу, где тебе будет больше платить, где ты будешь меньше работать, где ты будешь больше отдыхать, то есть, но, как бы, несмотря на вот нашу нагрузку в школе, да, там, несмотря на вот этот объем информации, который постоянно нам из-за всего приходит, ну, то есть, к примеру, у меня еще поменьше, у Коли иногда почту мы открываем в конце недели, а у него там 45 писем, ну, то есть, я на него вот так вот смотрю, говорю, почему ты их не отработал, я не успеваю, то есть, и мы вот садимся, вот это, и он говорит, а, это мы уже сделали, то есть, если оно приходило уже с нескольких мест, и, соответственно, ну, просто вот так вот получается. Как вы относитесь к тому, что иногда в педагогах идут, ну, нелестные, да, такие отзывы? Я бы не сказала, что прям вот обижает, потому что, на самом деле, все мы учились сами в школе, и все мы говорили, вот, эта училка там много задает, то есть, и я вспоминаю, ну, действительно, это так и было, то есть, я вспоминаю, мы, когда были уже в 11 классе со своими одноклассницей, продумывали идеальный мир, идеальную школу, когда вот мы будем там работать сами в школе, я в той жизни нереальной была, и, конечно же, учителем русского, и сейчас все-таки это воплотилось в реальность, вот, я просто понимаю, что, в принципе, как о любой вообще должности, профессии, могу так сказать, поэтому, ну, как бы меня не обижают, на самом деле, даже если мне скажут, я же знаю, как на самом деле, я же вижу отдачу детей. Тебя обижает? Да нет, я думаю, все-таки, если человек кого-то осуждает, вот ты побывай в его шкуре, а только потом уже суди по человеку, какой он хороший, какой он плохой. То же самое, что, допустим, там, с родителями общаешься, с кем-то хорошо, ну, находишь общий язык, а с кем-то все равно какие-то есть там… Недопонимание. Да, недопонимание, но вы же тоже должны понимать, что я не могу трястись над одним ребенком. Иногда от родителей не находишь обратную связь, то есть говоришь им какую-то информацию, в ту же самую беседу там в WhatsApp'е, скидываешь информацию и просто понимаешь, что… Игнор, не дошло. Вы хотя бы там плюсик поставьте или как-то еще, чтобы я понимал, да, что вы услышали. Есть такие родители, которые вот сами идут на контакт и это, ну, так радует на самом деле, потому что с их поддержкой работает, ну, как бы легче. Как вам современная система образования? Трудовое воспитание в школах надо? Всегда было, даже когда мы учились, акция «Чистый класс». Сейчас мы ее тоже проводим, но уже начинают. Я не хочу. То есть мы всегда мыли полы, мы драйвили вот эти парты, неважно, ты рисовал, не ты. Я учился в четвертой школе. На территории школы была клумба. То есть мы на уроках технологии скапывали эту клумбу, потом девочки садили там цветы. Ну, как бы это было нормально. Мы помогали чистить снег, мы же понимали, что, допустим, тот же дворник, он один. Нужно работать не только головой, но еще и руками. Это, в принципе, будет полезно потом, в дальнейшем. Виктория, наверное, вам вопрос все-таки. Если Китим смог стать для вас, ну, хоть немножечко, но родным таким городом? Да, наверное. Особенно, когда мы уже переехали в свою квартиру, то есть и сейчас элементарно. Я вот буквально пару месяцев назад говорила Коле о том, что все-таки какой у нас двор хороший. То есть все друг друга знают, помогают. И в школу. То есть на работу я сейчас просыпаюсь, ну, может быть, пока после декрета я просыпаюсь, и у меня нет такой мысли в голове. Ой, не хочу на работу. То есть я иду с удовольствием, потому что мне приятно. Даже если у меня какие-то там в жизни ситуации случаются не очень хорошие, я все равно иду на работу и улыбаюсь. И дети заставляют меня улыбаться. То есть и в принципе я уже настолько привыкла к Китиму, что как-то уже, уже да, уже домой приезжая в Тагучин, уже нет того трепетного чувства, что как бы, ну, то есть у меня уже мама иногда справляет. Я говорю, ну, мы домой пойдем домой? Я говорю, ну, то есть еще даже когда жили еще на съемной квартире, я говорю, ну, все, говорит, Тагучин, это уже не дом. Я говорю, ну, почему дом, говорю, но уже немножко другой. То есть это родительский, да? Да, здесь у меня уже родилась дочь, то есть здесь уже как-то все равно какие-то события важные произошли, которые как раз-таки заставляют называть Китим своим домом. Вам нравится вообще город? Как он меняется, как он растет? Он сильно развился за последнее время. Это видно. Может быть, да, когда ты там в подростковом возрасте не все это замечаешь, а сейчас, когда ты уже, ну, более сформированная личность, ты видишь это. Если говорить не только про внешний, да, вид города, ну, вот из внешнего, мне не нравится пыль. Это пыль прям очень здесь. Мы когда в центре жили, то есть у нас прям подоконник прям изнутри, в смысле, в квартире прям был. Ну, то есть он черный был, то есть проводишь рукой каждый день, и он прям черный. Вот, и я понимаю, что мы этим дышим. У нас тогда еще дочь была совсем маленькая, то есть ей буквально там месяц-два было, пока мы еще не переехали. Вот, и машину, соответственно, тоже мы приезжали даже на мойку, нам говорили, вам нужно мыть машину с уксусом. С уксусом мыли машину, потому что пыль все равно цементная такая, она не смывается. Ну, а в целом сейчас, мне кажется, для молодежи как раз-таки реализуется огромное количество и мероприятий. Если кто-то из знакомых, допустим, из ваших бы спросил бы, ребят, ну, мы вот хотим куда-то переехать, советовали бы с Китим? Если по Новосибирской области, то почему бы и нет, то есть потому что брать, опять же, допустим, Тагучин, он немножко дальше. То есть у нас, в принципе, очень хорошее расположение, потому что до города ехать можно там, то есть доехать и за 45 минут, и за час, допустим, да. Он, в принципе, ну, как бы и близко, и электрички очень часто ходят, вот. Вот, и, в принципе, есть всё для обычной жизни, то есть современного человека. У нас все есть и госуслуг, ойти, кто они, МФЦ, то есть это уже, наверное, распространено, и кофейни сейчас, то есть строятся, то есть и... Ну, доступ тоже, у меня кинотеатр, в принципе, тоже есть. Кинотеатр, да, тоже есть, для меня это важно. Театры приезжают, да, в актуру работают. Да, парки, то есть у нас индустриальный парк сделали, да, у нас на Южном тоже парки все вот эти сделаны. И у меня даже тётя моя, приезжая с Новосибирска, мы когда гуляли по парку Каратеево, она сказала, вау, какой у вас красивый парк. В принципе, это очень хорошее место для... Молодёжи. Молодёжи. И не только, почему? Не только молодёжи, в принципе, для взрослых. В эфире телеканала ТВК была программа «На виду» и с молодыми учителями Викторией и Николаем Заварухиными. Мы обсудили современную систему образования, патриотическое воспитание о том, как растёт и развивается город. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»